МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В одном из них утверждается, что около 18% россиян готовы пройти интервью в компании, где они на самом деле не хотят работать. Сенатор Иван Абрамов в интервью Сената Информу так прокомментировал эти данные. Цитирую. «Экономика требует гибкости от работников, поэтому трудовая мобильность представляет много преимуществ. Более высокая зарплата, лучшие условия и подходящая должность». Конец цитаты. Оказывается, что в нашей стране в условиях кадрового голода самая мобильная в плане трудоустройства – молодежь. Чтобы найти подработку россиянам в возрасте от 18 до 25 лет, требуется всего три дня. Но эта же категория россиян признается – очень быстро у нее начинается профессиональное выгорание. На что же сейчас происходит с занятостью молодежи в России, выясним у заместителя генерального директора национального агентства развития квалификаций Анны Макаренко. Анна Александровна, здравствуйте. Долгое время мы знали о такой патовой ситуации, когда молодежи сложно устроиться на работу, потому что нет опыта. А опыта нет, потому что никто не берет на работу. Последние исследования показывают, что работодателям не прочь взять к себе молодого специалиста. Расскажите, почему ситуация изменилась? Действительно, ситуация в том контексте, которым вы назвали, является главными факторами. Это демографическая действительно яма, которая была у нас с 90-х годов, потому что на рынок у нас сейчас выходит как раз молодое поколение 25-29 лет. Мало того, в текущем году, например, на февраль месяц 2024 года, был зафиксирован низкий уровень безработицы в параметре 2,8%. Безусловно, это говорит о следующем, что сейчас дефицит кадров присутствует во всех секторах экономики. Это не только гуманитарные и социальные срезы, но в том числе и технологические виды профессий. При этом надо понимать, что до 25 лет в этом пороге примерно 19% приходится именно на эту категорию потенциальных работников. По данным работы в России, на текущую дату зафиксировано вакансии примерно в параметре 1,9 млн. Причем из них 65% работодатели хотят увидеть на рабочих местах именно молодую категорию работников. Так скажем, начало карьеры, либо бывшие студенты. Это примерно 1,2 млн. вакансий. При этом надо отметить, что 70% этих вакансий открыты на полную заинтость. То есть вы, как видите, действительно места вакантные есть, действительно молодой специалистов ждут на местах. И в принципе надо понимать, что уровень заработной платы, который предлагают сейчас работодатели, они в пороге до 70 тысяч рублей на вакантное место. Это в параметре среднемесячной заработной платы в Российской Федерации. Национальное агентство в 2023 году также проводило свои опросы. Было опрошено 32 тысячи студентов из 14 регионов. И результаты опроса таковы. Какие же у нас ожидания наших молодых специалистов? Молодые специалисты, безусловно, прагматичны. Они ориентированы на высокий уровень заработной оплаты. Об этом сказал практически 79% респондентов. Но немаловажным также является фактор возможности карьерного роста. Это отметили практически 49% респондентов. Удобный график. Также социальный пакет. То есть, насколько вы понимаете, ожидания таковы, что в принципе молодые специалисты хотят получить полный комплекс от высокой заработной платы до социального пакета. При этом зарплатные ожидания у большинства это свыше 100 тысяч рублей. Мы понимаем, что вот этот, собственно говоря, диссонанс между возможностями предложения работодателей по заработной платы и зарплатным ожиданиям, они несколько не соотносятся. Вместе с тем, что могут предложить работодатели на своих рабочих местах, это предложить возможность карьерного роста, доучивания до необходимых квалификационных характеристик для того, чтобы работник комфортно обеспечить, соответственно, в коллективе комфортную атмосферу и возможность карьерного роста. Об этом сейчас говорят практически все работодатели. Это, можно так отметить, тренд текущего дня. И очень востребована квалификация, компетенция наставников. Действительно, это очень, так скажем, востребованный сотрудник на месте, который доводит, так скажем, студента, бывшего студента до состояния квалифицированного работы. Анна Александровна, а на какие специальности сейчас легче всего устроить с молодежи? Вы знаете, не странно, но на специальности в сфере логистики, в сфере услуг, и, собственно говоря, не квалифицированного, в основном это не квалифицированного, либо с низким уровнем квалификации. То есть это подсобные рабочие, это строители, то есть те отрасли, которые у нас сейчас максимально развиваются. А насколько квалифицированными вообще кадрами можно назвать нынешнюю молодежь? Ну, если говорить о квалификации кадров, то у нас здесь есть некий диссонанс между, так скажем, пониманием квалифицированных кадров в сфере образования, потому что это квалификация, которая дается по итогам прохождения образования, и те квалификационные характеристики, которые вкладывают в свои квалификационные требования работодатели. Если говорить о квалификации в принципе, как сущности, то это, так скажем, наличие навыков, умений и знания трудовой функции. Поэтому в этом ключе действительно наши выпускники вузов и среднетехнического образования выходят уже с набором знаний и неких умений, которые они получили в практическом обучении, но до уровня квалификации, которая требуется на местах, безусловно, их надо доводить. Но эта ситуация, на самом деле, не текущего дня, она классическая такая схема, и поэтому я бы не зря упомянула о такой квалификации, востребованной квалификации на местах, как наставник. Это как раз тот человек, проводник, который будет уже из алмаза огранять бриллиант для работодателя, и работодатель, безусловно, получит уже готового специалиста, обученную технологией, обучена спецификой производственного процесса. То есть, по факту, это как раз та дельта, которую не смогли обеспечить образовательные организации, учитывая, что у нас все-таки производственные процессы, они специфичны к каждому отдельному предприятию. Да, вы сказали, что молодые люди мечтают о зарплате выше 100 тысяч рублей. А на какую заработную плату сейчас в реальности может претендовать молодой специалист по сравнению с более опытным сотрудником? Ну, например, выпускник технического вуза придет на работу на машиностроительное предприятие. Насколько меньше он будет получать по сравнению с коллегой в той же должности, который отработал, например, больше 10 лет? Вопрос, конечно, сложный, он дискуссионный, потому что здесь надо более такая репрезентативная, статистическая выборка и непосредственно опрос работодателей. Единственное, что общий срез по рынку – это те предложения, которые могут обеспечить работодатели в периметре, в пороге от 50 до 70 тысяч. То есть это то, что… Ну, естественно, они варьируются в зависимости от региона и от профессии, но вот такие параметры, собственно говоря, на текущем рынке представлены в виде лакансий и зарплатных предложений. Вместе с тем, надо сказать, что эта ситуация не везде ровная, в зависимости от гуманитарной сферы профессиональной деятельности, технологической или креативной индустрии. Креативная индустрия – это вот такое новое явление, которое у нас сейчас развивается, очень активное, предположим, именно в этой сфере требования работодателя к, в том числе, профессиональному уровню, низкопороговое. Главное, чтобы было творческое начало, чтобы творческая инициатива и молодой сотрудник мог себя показать в реализации проекта. Если говорить о таких сферах, как машинское настроение и металлургия, надо понимать, что там и на текущий момент, в том числе, очень сложная система, так скажем, положения о заработной плате, оно многокомпонентное, в том числе в состав входят такие выплаты, как выслуга лета, безусловно, для молодого работника, пришедшего на производство. Такую зарплату по сравнению с зарплатой более опытного сотрудника он получить не сможет. Но, тем не менее, в пороге двух-трех лет, безусловно, он может получить адекватную заработную плату в параметре соразмерной заработной платы у опытного сотрудника, о котором мы говорили, типовой персонаж с 10-летним, скажем, работой на рабочем месте. Спасибо, Анна Александровна. О рынке труда и месте в нем молодежи мы говорили с заместителем генерального директора Национального агентства развития квалификаций Анной Макаренко. Национального агентства